После года жизни в Европе есть одна вещь, которая меня просто поражает. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. На моем канале я делюсь с вами своей жизнью, о том, как проходит эмиграция для моей семьи, для меня в частности. Поэтому, если вам интересны вопросы о том, как эмигрировать, что здесь другого, вообще как устроена жизнь, можете смело писать в комментариях, я с удовольствием на все это отвечу. Одна вещь, которая меня поражает больше всего после года жизни в Европе, это возможности. Здесь просто все пропитано возможностями. С теми людьми, с которыми я общаюсь, и они рассказывают мне свою историю, я просто понимаю, насколько классно они живут. Когда я была маленькой, я даже не позволяла себе представить такую возможность, что я могу учиться за рубежом. Для меня это казалось что-то недостижимым. Для меня это казалось невероятно дорогим удовольствием. И, как бы, в принципе, никто из моего окружения таким не занимался и за границу никуда не уезжал. Ну, максимум это Турция либо Таиланд, но это чисто отдых недельный, лежание в отеле и купание в море. И когда я приехала сюда и начала заводить знакомства, контакты с людьми, я поняла, насколько у них было другое детство и юность. И оно просто пропитано возможностями. Живя здесь, очень многие учились не в одном университете, а в нескольких университетах, следуя разным программам, обмену студентами. И таким образом за 3-4 года обучения в университете человек мог пожить в трех странах, выучить там 1-2 новых языка, завести кучу новых знакомств. И самое интересное — это расширить сознание. Я хочу здесь подчеркнуть, что не просто какие-то знания языка, но именно возможность окунуться в культуру, прочувствовать другой народ через язык — это просто невероятно круто. И когда я общаюсь с людьми, понимаю, что они мало того, что учились в 3-4-5 странах, знают 3-4-5 языков, это еще и не про количество, а про то, насколько твое сознание расширяется. Когда ты начинаешь общаться с другими людьми, с других культур на темы отношений, отношения к жизни, цели, любви, ты начинаешь получать столько много интересных инсайтов, то есть того, чего ты вообще не знал и даже не думал об этом до вашего общения с другим человеком, с другой культурой. И это просто очень круто. Это невероятно круто. Что еще хотела сказать? После года жизни в Европе я осознала, насколько это круто мечтать и верить в то, что все возможно, потому что действительно так оно и есть. И вот этот стереотип о том, что обучение за рубежом, оно невероятно дорогое, его могут позволить только дети из богатых семей. И это вообще что-то из ряда фантастики. Это неправда. Я видела здесь столько людей, которые просто открылись всем возможностям, немножко напряглись, поступили в университет, получают стипендию. И, блин, все возможно. Реально, все возможно. Даже сейчас, несмотря в такой сложной экономической, политической ситуации, я уверена, что есть пути, если очень сильно захотеть, можно найти и достигнуть всего, что ты хочешь. И благодаря тому, что я изменила свое окружение просто на 100%, и получая вот это вот общение от людей из других уголков мира, расширяя сознание, я понимаю, что вот эти возможности в Европе, они здесь везде. И единственную вещь, которую здесь нужно делать, это действовать. Действовать, несмотря на страх, на нехватку опыта, нехватку связей, ошибаться и идти дальше, потому что без этого никакого развития не будет. Можно сказать, что за год жизни здесь я выросла просто с уровня 3 на уровень 5 сразу, потому что это очень сложно. Но в то же время вот эти челленджи, с которыми сталкиваются люди, которые переезжают за границу и начинают жить по новым правилам, меняют свое окружение, да, они пытаются там общаться только с одними там русскоязычными, например, это просто невероятные изменения, которые могут произойти, и они принесут свои плоды. Самый главный посыл в моем видео – это понять, что в мире возможно все. Мир просто невероятен и полон возможностей. Проблема может быть только в том, что в вашем окружении нет тех людей, которые могут просто показать, что есть и такой вариант, есть и такая работа, есть и такая возможность зарабатывать или учиться, или путешествовать, или находить общение с людьми, которые разговаривают на разных языках. То есть нужно просто вот это вот окружение, которое есть сейчас, кардинально изменить, если вы хотите каких-то изменений в жизни. Проблема в том, что вы можете этого не осознавать, что как бы, ну, все идет, как идет, как должно быть. А где-то на другой стороне мира происходят абсолютно невероятные вещи. Машины ездят без водителей, дети начинают заниматься бизнесом там с ранних лет и прочее. И когда ты начинаешь вот это вот все копать и смотреть, как это можно делать, ну, просто картина мира переворачивается. Ребята, возможно, все, все, что вы хотите. Главное, пробуйте, пробуйте новое и пытайтесь не застревать в каком-то очень узком шаблоне. Пытайтесь свои границы расширить. И вот это расширение границ, оно позволит достичь невероятных высот. Я надеюсь, видео вам было полезно. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok